Добрый день, друзья! Меня зовут Нейля. Добро пожаловать на мой канал! Сегодня приготовим бюджетное меню на праздничный стол из 10 блюд. Все блюда очень легкие в приготовлении и вкусные. Готовку я разделила на 2 дня и сейчас поэтапно расскажу, что же я приготовила в первый день и что на следующий. Для начала в первый день приготовим более сложное блюдо. Первым сделаем печеночный торт. Я его готовлю заранее, так как готовому блюду нужно время, чтобы он хорошо пропитался, стал мягким и сочным. Понадобится печень куриная, либо говяжья, яйца, молоко, мука, соль, перец. Для начинки чеснок, майонез, морковь, репчатый лук, растительное масло. Печень хорошо промыть, очистить от пленок и остатков желчного пузыря. Перебиваем блендером до однородности. Можно пропустить через мелкую решетку мясорубки. Добавляем растительное масло. Так блины получатся более нежными и не будут прилипать к сковороде. Добавляем молоко, яйцо, солим, перчим по вкусу. Хорошо перемешиваем. Постепенно вводим просеянную муку. Перемешиваем, чтобы не было комочков теста. Даем настояться 10 минут. Если у вас тесто в итоге получилось слишком густым, добавьте молоко. Оно должно растекаться по сковороде. Сковороду смазываем растительным маслом, только для первого блина. Остальные мы будем жарить без масла. Выливаем тесто и распределяем его по сковороде. Как только блинчик схватился и начнет отходить по краям, лопаткой аккуратно проводим под блином. Переворачиваем на другую сторону. В итоге у меня получилось 7 блинчиков. Откладываем их в сторону и займемся начинкой. Лук шинкуем небольшим кубиком. Морковь чистим, моем и измельчаем на крупную терку. В сковороду наливаем 2-3 столовые ложки растительного масла. Пассируем лук на среднем огне до прозрачности. Добавляем морковь. Обжариваем овощи, периодически помешивая. Когда морковь чуть уменьшится в объеме и станет мягкой, убираем с огня. К майонезу добавляем измельченный чеснок. Хорошенько перемешиваем. У меня на канале есть рецепт, как сделать майонез за 5 минут из простых ингредиентов. Ссылка в описании под видео. Формирую закуску. Выкладываем 1 блин. Распределяем по нему 1 столовую ложку майонеза. Теперь раскладываем начинку из моркови и лука. Сверху накрываем еще одним блином. Так складываем весь торт. У меня осталось мало теста для последнего блина, поэтому я его сформировала в виде полумесяца. Аккуратно обрезала его, чтобы край был ровным. Выкладываю на закуску. Этот блинчик мне служит линейкой. Разрезаю торт пополам. И выкладываю одну половину на другую. Я хочу подать торт в виде апельсиновой дольки. Нарезать его порционно. Вы можете оставить торт круглым. Только в таком случае используйте в 2 раза больше продуктов. Отправляю в холодильник на ночь для пропитки. По истечении времени достаю закуску. Обмазываю майонезом. Вверх посыпаю измельченным желтком. Мне понадобилось 3 штучки. Бока натертым сыром. Разрезаю торт на порционные кусочки. Выкладываю на тарелку. И украшаю ягодами калины и зеленым луком. Если у вас есть идея, как можно украсить такой тортик, пишите в комментариях. Закуска получилась очень мягкой, сочной и слегка сладковатой за счет наличия морковки в ней. Теперь приготовим желейный торт, битое стекло. Или как его еще называют, калейдоскоп. Это настоящее блаженство для садкоежек. И отличная находка для праздничного стола. Легкий, в меру сладкий, с разными вкусовыми оттенками фруктового желе и легкой кислинки сметаны. Для приготовления нам понадобится разноцветное желе, желатин, сметана, сахар. По желанию можно добавить печенье или фрукты. Первым делом приготовим разноцветное желе. Я использую разные вкусы. Так нарезанные кусочки будут красивее смотреться в уже готовом десерте. Обычно инструкция по приготовлению есть на обороте упаковки. Разрезаем пакетик, высыпаем в мисочку и заливаем 400 мл горячей воды. Хорошенько перемешиваем до полного растворения желатина. Заливаем в формочки. Я буду использовать вот такие тарелочки с высокими бортиками. Даем остыть при комнатной температуре и помещаем в холодильник до полного застывания. Часа на 2-3. По истечении времени достаем остывшее желе и нарезаем его на кубики. Теперь приготовим сметанную заливку. Сметану я достала из холодильника заранее, чтобы она была комнатной температуры. Добавляю в нее сахар, перемешиваю и даю чуть постоять, чтобы сахар чуть подтаял. Затем взбиваю миксером до полного растворения сахара. 20 г желатина заливаю 120 г холодной воды. Перемешиваю и даю постоять 5 минут. Когда желатин набухнет, отправляем его в микроволновую печь, прогреваем до полного растворения и процеживаем. Даем желатину остыть до комнатной температуры или чуть теплого состояния. В сладкую сметану наливаем распущенный желатин. Желатин и сметану должны быть примерно одинаковой температуры. Формировать десерт я буду в формочке для кексов. Для него подойдет и обычная мисочка. Выкладываю по очередности разноцветные кубики желе. Заливаем сметаной массой и, если нужно, аккуратно перемешиваем, чтобы сметана равномерно распределилась по всей форме. Отправляем будущий десерт в холодильник до полного застывания. Спустя 2,5 часа торт «Битое стекло» был полностью готов. Чтобы вынуть его из формы, в миске нагреваем воду. Она должна быть не сильно горячей. Окунаем в нее форму с десертом на 20-30 секунд. Затем убираем. Накрываем десерт тарелкой, в которой будете его подавать, и переворачиваем. Убираем форму. Готовый торт «Желие битое стекло» отлично держит форму и замечательно режется на порции. При этом срез выглядит аппетитно и задорно. Приготовьте такой десерт на праздник, а потом полакомьтесь за семейным столом. Вы получите массу удовольствия. Кстати, такой десерт можно приготовить порционно в стаканах либо пиалах. Друзья, хочу познакомить вас с очень полезным кулинарным каналом. Учимся готовить вместе с Еленой Туряницей. Здесь вы найдете блюда на любой вкус и события. Салаты, закуски, горячее блюдо и еще много тортиков. Кстати, Елена приготовила десерт «Битое стекло» с бисквитом. Кому интересно, ссылка в описании под видео. Такая закуска готовится очень быстро. На вкус грибочки получаются просто превосходные. Кисло-сладкие с легкой горчинкой. Грибы прекрасно дополняют морковь, чеснок и зелень. Для приготовления нам понадобятся шампиньоны, острый перец, морковь, петрушка, чеснок, лавровый лист, перец горошком, перец душистый, соль, сахар, паприка, уксус, растительное масло. 2 литра воды ставим на огонь и доводим до кипения. В горячую воду обязательно добавьте пол чайной ложки лимонной кислоты. Благодаря ей грибы не потемнеют. Солим. Добавляем душистый перец, перец горошком, лавровый лист. Шампиньоны лучше брать небольшого размера. Хорошенько промываем их под проточной водой и добавляем кастрюлю. Варим с момента закипания 10 минут. Пока готовятся грибы, приготовим маринад. Мелко шинкую зелень. Измельчаю горький перец. Процеживаем грибы, воду не выливаем, она нам еще пригодится. Добавляем острый перец, подготовленную зелень, измельченный чеснок, сахар, морковь, уксус, паприку, растительное масло. Тщательно перемешиваем. Готовые грибы я отправляю в банку. Затем доливаю маринад, в котором они варились. И даю остыть при комнатной температуре. Затем отправляем в холодильник минимум на 3-4 часа. Лучше на ночь. Чем дольше грибы находятся в маринаде, тем вкуснее становятся. Прелесть этой закуски в том, что ее можно приготовить задолго до праздничного застолья. Из этого маринада и ингредиентов получается 1 литровая банка грибов, которые не темнеют после приготовления и замечательно стоят в холодильнике несколько недель. Салат по-деревенски прекрасный аналог салату Оливье. Список продуктов чем-то похож, но вкус совсем разный. Продукты, которые входят в состав этого салата, идеально сочетаются и дополняют друг друга. Нам понадобятся яйца, маринованные огурцы, твердый сыр, куриное филе, чеснок, зеленый горошек, майонез. Для приготовления я обычно использую куриное филе. Отвариваем его в подсоленной воде около 30 минут до готовности. Затем остужаем и разрываем на волокна. Можно просто нарезать кубиком, но мне в этом салате нравится именно такой способ. Маринованные огурцы нарезаем на брусочки. Я сначала режу 3 штучки. Потом, когда салат будет готов, добавляю еще, если посчитаю нужным. Яйцо разрезаем вдоль на 4-5 полосок и также режем брусочками. Я буду перемешивать салат, можно также подавать его слоями. Твердый сыр измельчаем на крупную терку и добавляем к остальным ингредиентам. У горошка сливаем сок, высыпаем в миску. Измельчаем чеснок. Заправляем майонезом и тщательно перемешиваем. Пробуем на вкус. Салат не солим, так как есть огурцы. Они помогут нам откорректировать соленость. Я добавила еще один огурчик. Не смотрите, что салата получилось много. Он очень вкусный и быстро съестся. Можно дать салату настояться 1 час, а можно сразу подавать к столу. Он очень вкусный. Нежная курочка, соленый огурчик и пикантный чеснок идеально сочетаются и дополняют друг друга. Теперь приготовим закуску рулетики с плавленными сырками. Очень бюджетное и вкусное блюдо. Нам понадобятся яйца, майонез, плавленые сырки, чеснок, соль. К яйцам добавляем 1 столовую ложку майонеза. Его можно заменить на молоко или сметану. Солим. Перемешиваем до однородного состояния. В сковороду наливаем небольшое количество подсолнечного масла. Нагреваем ее на среднем огне. Аккуратно выливаем первый блинчик. Формируем его с помощью половника. Скажу сразу, тесто отличается от мучного и работать с ним следует очень аккуратно. Блинчик не должен быть слишком большим. Когда блин зарумянился с одной стороны, переворачиваем на другую. Из трех яиц у меня получилось 6 небольших блинчиков. Приготовим начинку. В народе ее называют белочка. На мелкую терку измельчаем плавленый сырок. К нему добавляем чеснок и майонез. Тщательно перемешиваем. Начинка готова. Теперь формируем закуску. Готовый яичный блин разделяем на 4 части. На четвертинку кладем 1 чайную ложку начинки и заворачиваем. У меня получилось 24 конвертика. Пикантная начинка прекрасно сочетается с яичным блинчиком. Готовится она просто и быстро. А с ее приготовлением справится каждый. Эта закуска на столе долго не задерживается. Обязательно ее приготовьте. На горячее приготовим очень вкусные крылышки в медовом маринаде. Готовится очень просто. А на столе выглядят аппетитно и нарядно. Нам понадобится крылья, соль, перец, соевый соус, томатная паста, мед, соль, лаваш, лук, зелень. Для рецепта я взяла плечевую часть крыла. Если у вас целое крыло, разделите его на плечи и локти. Хорошенько промываем их, просушиваем, солим, перчим по вкусу. Одну крупную луковицу нарезаем полукольцами. Добавляем к мясу. Теперь маринад, соевый соус, томатная паста, мед. Тщательно перемешиваем и отправляем в холодильник на 2 часа. За это время мясо хорошенько промаринуется. Можно оставить на ночь. По истечении времени достаем крылышки, хорошенько перемешиваем, нанизываем на шпажки. Можно и без них, просто выложить крылышки на пергаментную бумагу. А если такой нету, смазать противень растительным маслом. Хотя, такие крылышки можно готовить и на огне. На видео я использую двойную порцию крылышек. У меня 20 штучек плечевой части, весом 1,2 кг. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов. Через 20 минут достаем крылышки. Останками маринада смазываем крылышки и снова отправляем в духовку. Через 20 минут снова повторяем. Выпекаем до румяного цвета. Готовые крылышки выкладываем на лаваш. Сверху смазываем соком, который выделился во время выпечки. Посыпаем сверху зеленью и подаем к столу. Крылышки получаются очень вкусные, сочные, золотистые, с необыкновенным ароматом. Пропитанные пикантным маринадом. Этот рецепт настолько удачный, что могу с уверенностью сказать, крылышки улетают со стола за считанные минуты. Так что готовьте побольше. И, кстати, такие крылышки можно готовить даже на мангале. На гарнир у меня картофель по-деревенски. Очень вкусное, красивое и полезное блюдо. Для приготовления нам понадобится картофель, растительное масло, приправы, соль. Так как картошка запекается в кожуре, то первым делом ее нужно хорошо вымыть. Если есть на поверхности повреждения, их обязательно нужно вырезать. Нарезаем клубни на дольки. Среднюю карташину сначала разрежьте пополам, а затем каждую половину еще на 4 кусочка. Берите для этого блюда овощи одинакового размера, чтобы они приготовились одновременно. Отправляем в миску. Добавляем растительное масло, приправы к картофелю. Набор спицей может быть разный. Здесь не может быть строгих правил. Используйте то, что есть в доме. Экспериментируйте и ищите свой любимый вкус. Тщательно перемешиваем и выкладываем на протеин, засланный пергаментной бумагой. Каждую дольку кладем отдельно, чтобы картофель подрумянился со всех сторон. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов на 40 минут. Через полчаса можете проверять картошку. Время приготовления будет зависеть от сорта клубней, их молодости. Молодые, конечно же, станут мягкими раньше. Попробуйте ножом или вилкой. Дольки должны легко протыкаться. Кстати, выпекала картофель я вместе с крылышками. Крылышки были на верхней полке духовки, картофель на нижней. Выкладываем на тарелку и подаем к столу. Блюдо выглядит очень аппетитно, красиво, что уже говорить о вкусе. Тарталетки с курицей и грибами – это идеальное сочетание ингредиентов. Рецепт этого блюда прост и понятен даже школьнику. Для приготовления нам понадобятся курица, грибы, сметана либо сливки, твердый сыр, лук, соль, перец. Куриное филе отвариваем до готовности в подсоленной воде. Остужаем и нарезаем небольшим кубиком. Грибы моем, нарезаем слайсами и обжариваем на сухой сковороде до испарения жидкости. Затем добавляем масло, одну небольшую луковицу, тушим, периодически помешивая до готовности. Солим, перчим. В аельной миске смешиваем курицу и грибы. Заправляем сметаной, либо сливками или майонезом. Тщательно перемешиваем. В каждую тарталетку чайной ложечкой выложите приготовленную начинку. Сверху присыпаем натертым твердым сыром. И отправляем в духовку на 5-7 минут. Как только сыр расплавится и подрумянится, наше блюдо готово. Переложите тарталетки с противня на блюдо. Дайте им слегка остыть и подавайте теплыми на стол, украсив свежей зеленью. Такая закуска улетает со стола первой. Очень вкусная, сытная и ароматная. Приготовим закуску из лаваша с морковкой по-корейски, колбасой и листьями салата. Лаваш для рецепта требуется тонкий. Смазываем его майонезом. Выкладываем кружочки колбасы. Срединку я чуть притрусила зеленью. Морковь по-корейски я приготовила сама. Рецепт есть в описании под видео. Выкладываем ее на край лаваша. Посредине я добавляю листья салата. Сворачиваем лаваш в плотный рулет. Заворачиваем пищевую пленку. На час отправляем в холодильник, чтобы он пропитался. Готовый рулет с начинкой нарезаем удобными кусочками и подаем к столу. Вот так он выглядит в разрезе. Начинки для таких рулетов можно делать самые разные, исходя из ваших вкусовых предпочтений. Блюдо получается очень сочным, благодаря моркови и салату. С легким привкусом копчености. Вот так выглядит мой бюджетный праздничный стол. По деньгам я потратила на него 680 гривен. Это чуть меньше 2000 российских рублей. Список и суммы необходимых продуктов я закрепила в комментариях под видео. Друзья, если вам понравилось такое меню, ставьте лайк. У меня на канале есть целый плейлист, посвящен праздничному столу. Там есть разные блюда, салаты, закуски. Ссылки на экране и в описании под видео. С вами была Неля, всем приятного аппетита!